Здарова, парни! Я на связи, собственно. Вы можете видеть сейчас мое залитое, просто как у алкаша запитое лицо. Дело в том, что я из вот этих вот пушистых мразей, которые со мной живут, сегодня ни хера не спал. К тому же вчера я достаточно много занимался строительством, я бы так сказал, поэтому в глаза насыпало кучу какое-то говнище, от которого у меня теперь они зудят диким образом, вот, и все красные. Поэтому не пугайтесь, я не умираю, все со мной в порядке. Я решил снять вот такой небольшой видосик для вступления, что ли, на данном канале. Причина, по которой я решил ее создать, сразу несколько. Первое, это все-таки хочется иногда воплощать какие-то, блядь, глупые, долбоебские идеи. Опять же, здесь будет мат, хуят, все, что я люблю, как говорится, да полное деграданство. В отличие от просвещенного канала номер один, здесь мы будем скатываться, стараться максимально скатиться на самое дно, поэтому не удивляйтесь, вот, чтобы потом не было никаких претензий. Это будет, так скажем, канал для избранных, которые готовы поглощать то, что я здесь буду, с чем я буду с вами здесь делиться. Короче, вторая причина, это то, что вы знаете. Я частенько бываю резок к некоторым людям, видеоблогерам в том числе, и резок в высказываниях, поэтому я не удивлюсь, что в какой-то момент могут кинуть страйк или заблочить основной канал, поэтому, ну, не совсем будет даже обидно, если его там на какое-то время, допустим, в идеале заблокируют, или там, ну, запретят, кинут мне страйк, запретят выкладывать, допустим, видео на месяц, а тут я всегда смогу осветить сложившуюся пагубную ситуацию и, соответственно, всегда быть на связи и выкладывать какие-то видосики. Ну, опять же, чисто такая диверсификация риска, назовем ее так. Так вот, решил я снимать теперь на этот канал все практически на iPhone, то есть основной свой Fudge я, скорее всего, не буду езать. Он хорош всем, в исключении того, что этот, сука, перегревается. Скоро мы будем решать эту проблему, потому что, мне кажется, это гребаный заговор людей, точнее, производителей, которые занимаются производством видеокамер, потому что не только Fudge перегревается, на самом деле и соньки, и все-все-все современные какие-то видюхи, блядь, все уже совсем с ума сошел старый дед. Автокамеры перегреваются, там, кто-то говорит, что это матрица перегревается, кто-то, что процессор. Короче, будем на практике убеждаться в этом. Вот, так, собственно, что я решил сейчас записать этот видос? В субботу, сегодня у нас, по-моему, среда, или что там, блядь, вторник, среда, по-моему, в субботу ко мне приезжают именитые, долгожданные, всеми любимые гости, и нужно к ним подготовиться, соответственно, сейчас у меня здесь полный, блядь, Армагеддон, мне надо повесить сейчас два дополнительных монитора, чтобы потом это просто-напросто не делать, так как я сейчас уже хочу по-хорошему все разложить. Вьюсоники вот такие вот старенькие, будем, квадраты практически, но они широкоформатные вроде как, все равно вешать. У одного есть целый DVI и целый VGA, а у другого только VGA, в принципе, этого будет достаточно. Для чего я их решил приобрести, хотя я их не приобрел, мне их на халяву подогнал мой хороший клиент-оптовик. Дело в том, что я пришел к выводу, двух мониторов недостаточно, хотя у меня здесь не два, а целых полтора монитора, это нельзя считать за монитор, он все равно хуево работает. Я прикупил вот такой вот скалер на Алиэкспрессе, две штуки, один из них сдох буквально в течение двух-трех дней, второй до сих пор пока что теплится в нем жизнь, так что он используется крайне редко, и, короче, вы поняли. Вот, прихожу я к тому, что когда вы на потоке чините видеокарты, а я сейчас максимально всех хороших мастеров агитирую на то, чтобы они занялись ремонтом видеокарт, то неизбежны те случаи, когда к вам приносят сразу там 5, 10, 20 видюх, и в идеале вам бы взять и сразу запустить тест на каждое из видюх, если там, допустим, тем более плавающий дефект, который проявляется со временем после нагрева, там, допустим, 15-20 минут, вот, а остальные тестовые стенды занимаются чем-то еще. И вот в моем случае у меня уже три тестовых стенда, но, блядь, использовать я могу только два, и то, так скажем, с натяжкой, поэтому мне нужны дополнительные мойники, чтобы все это дело подрубить, сразу одновременно чекать несколько видеокарт, это будет гораздо удобнее, сэкономит время и мне, и клиентам, короче, одни только профиты. Экономически здесь я потратился только на крепление для, собственно, стены. Ой, кстати, это одна из причин, почему у меня красные глаза, блядь, у меня стружка вчера от болгарки попала, потому что вот эта хуйня, она, как здесь, закрывала один из портов, соответственно, пришлось ее нахуй отпилить. Что еще? Конечно, из таких структурных изменений, это то, что я решил удлинить свою столешницу, сейчас вы можете видеть, насколько стало круто, ну, не знаю, наверное, телефон так это не передаст, но вживую действительно вот это вот, вот эти недостающие, просто-напросто золотые 18 сантиметров, стандарт в нашем мире, если вы понимаете, о чем я, они, как раз-таки, мне их и не хватало здесь, потому что, ну, оборудка сжирает все-таки достаточно много пространства. Я, на самом деле, здесь до сих пор, блядь, не понимаю, ну, вот, ну, блядь, почему трудно сделать лабораторник в конфигурации осциллографа? То есть, его сделать не дисплей не вот здесь вот, да, а вот здесь, вот так, то есть, сбоку. Всем будет круто, можно больше дисплей поставить, можно как-то больше кнопок нахуярить, а вы сами знаете, больше кнопок лучше покупают, собственно, одни только профиты. Опять же, вот эта хуйня, но почему ее не сделать как-то вытянутой, да, и поставить вдоль? Мне кажется, это гораздо-гораздо удобнее, хотя могу ошибаться, и, возможно, я просто-напросто зажравшийся барин, на который метр, футы, блядь, метр, 2,40 стол, ну, вот, возможно, в каких-то сервисах, где все узенько, там, как раз-таки, такие варианты, они более предпочтительны. Вот, поэтому, собственно, и пришлось все это дело вот таким вот образом сейчас здесь сваять. Опять же, ну, я просто, там, буквально пару ремонтов уже даже сделал, вот, блядь, в такой полуподключенной всей херне, и понял, что да, да, вот теперь, теперь действительно можно работать, как обычно, блядь, КамАЗы под окном едут. Звук, наверное, будет просто пиздец. Но, ребят, опять же, C-влог, C-терпите. Вот, к тому же, переделал немножко микроскоп в плане стойку, теперь в конфигурации она сверху идет, потому что постоянно вот эта штанга верхняя, она постоянно обо что-то билась, когда она была внизу, то есть, ну, блин, это бесило дико, постоянно приходилось что-то переставлять, а когда, опять же, пыхтит и идет работа, хочется все быстро максимально делать. Что еще? Разумеется, вы могли заметить вот этого гиганта, это 32-дюймовый монитор, MSI GA32, там вообще полный фарш у нас, и изгиб матрицы, и 165 Гц, и отклик 1 милисекунда, вообще просто бомба. Но, разумеется, вы можете видеть, у него есть некоторые технологические недоразумения на его матрице. Блядь, пидарас, шерстяной, иди отсюда! Сукотина. Постоянно куда-то, блядь, лезет. Так вот, сразу хочу сказать, плохой идеей было попробовать снять покрытие, как оно там, блядь, вот только, блядь, знал слово, уже забыл, которое там, короче, как в очках 3D используется, ну, понятно. Вот. Вот, возможно, я, конечно, этим займусь как-то, потому что по факту, в конечном итоге оказалось, что оно здесь ни хера не приклеено, потому что я прочитал пост на Хаббре, что Челик там говорит, он, типа, этот слой на каком-то там, блядь, клею водорастворим, он замочите нахуй матрицу мокрыми тряпками с санами, и, типа, она вся отклеится. На самом деле хуйня, потому что она отклеивается буквально там, блядь, доктем подковыриваешь, она уже отходит. Вот, ну, разумеется, когда... А, поляризационная, о, о, точно. Кто-то, наверное, подсказал в будущем, и я, как бы, через связь в голове своей вспомнил, что за слово. Вот. Если вы снимаете, у вас просто матрица белым светит, а подставляете эту хуйню, соответственно, видите изображение. Вот, я пока приклеил все обратно. Ну, потому что, опять же, это будет максимально колхозная хуйня. Опять же, я ее буду делать не для контента, а, скорее, для личного пользователя, но, в том числе, контент пойдет на основной канал, поэтому, так скажем, небольшой такой лайтовый анонсик. Вот эта хуйня тоже понадобится для видоса, его я, скорее всего, сниму здесь, чисто по фишке, вот чисто, блядь, вот, потому что было. Я сам не знаю, как это объяснить, зачем я хочу сделать этот видос, связанный с вот этой вот хуйней, но это вот из разряда, а пусть будет, а вдруг зайдет, а не зайдет, а похуй, и все равно на втором канале никто не видит этого позора. Вот. Что еще из такого интересного? Да, наверное, даже и все. То есть, теперь у меня, вы видите, есть технологические узоры на стене, потому что обои пришлось сорвать, они все нахуй залились. Причем вода шла через все вот эти вот там две дырки, одна зашпаклеванная, и из нее просто все сочилось, из выключателя, ну, короче, там внутри, потому что есть не штроба, а шланги изначально кладутся в момент отливки плиты, и чтобы было удобно провода через нее перехерачивать, чтобы вам не штробить стену, и, соответственно, через них просто-напросто все текла вода. Я, на самом деле, удивлен, что лампочка, через которую текла вода, вот здесь вот, она, блядь, работает до сих пор хоть бы хны, то есть она максимально, походу, там, блядь, IP-60, IP-106, наверное, или что-то типа того, потому что, ну, через нее там просто прошло, наверное, литров, блядь, 100 воды, и ей бы хоть бы хны. Вот. Так что так, парни, вот такой вот коротенький обзор. В скором времени еще, конечно же, сейчас мы уже будем доделывать где-то хуйня, мои супер-бупер посткарты. Опять же, здесь отдельное спасибо. Сейчас будет, дополнительно будет еще функционал, доработка от Димы Just Note, скажем так. Даже его, наверное, здесь впишем, как одного из участников, соучредителей. Вот. Вот такая дополнительная реклама приятная, потому что он подсказал достаточно годную тему, чтобы добавить функционалу вот этой вот посткарте нашей. Вот. И также сразу сделаем для DDR4. Это вот планы сейчас на будущее. Ну и переделать здесь какие-то висяки, потому что они, блядь, дни еще до отпуска лежат. Кстати, да, забыл еще вот что, блядь, прощаться-то. Решил прикупить вот такой вот, вот такого корча динозавра. Это у нас 8245 GDM Instac. Это, если кто не знает, этот мультиметр, короче, такой на Авито, он стоил 5 рублей. Там его продавала женщина, причем у нее таких дохуя, насколько я понял. И сейчас она их уже продает по 8. Видимо, спрос, так скажем, был достаточно высоким. Я его покрасил. Это вот из разряда, знаете, тех видосов, которые можно вот на подобный канал загружать. Вот, блядь, казалось бы, он был, чтобы вы понимали, просто желтее, блядь, не знаю, зубов у лакаша. А сейчас он максимально такой беленький. Ну, я, правда, уже его попачкал, мальца. Ну, типа, знаете, такая restoration, как модно сейчас на ютубе что-то подобное делать, говорить. Вот. В остальном, наверное, все. Это вот такое вводное видео, если кому интересно, что вообще сейчас происходит в мастерской, в кавычках. Вот, сейчас я буду подобной хуйней заниматься. Сейчас привет соседям будет, то есть я буду перфоратором хуярить стену. В скором времени еще, да, будем переделать верхний нагреватель. Опять же, наверное, я сюда это размещу, потому что, блядь, ну это уже позор просто-напросто. Конечно, я понимаю, что многие у нас работают на говне и с помощью говна, типа, там, не знаю, используют какие-нибудь проволочные перемычки на лабораторных блоках и китайские лабораторники используют, если понимать, о чем я. Но у меня здесь, конечно, моя версия верхнего нагрева переплюнула всех, потому что здесь много технологических решений, типа вот такой технологической гаечки, без которой нормального угла, блядь, не создать. Кстати, все перегнуто. И вот эта технологическая гаечка имеет желание часто отсюда выпадать. В результате у вас все это по пизде идет. Все вот это вот уже просто на соплях. То есть оно здесь держит постоянно равновесие. Если чуть дать угла, то сразу это все вот так вот падает. А не дай бог, эта хуйня еще разогрета до 400 градусов, вы вообще охуеете. Вот. В остальном все, парни. Хорошего всем дня. До скорых встреч. Надеюсь, что скоро я, наконец-то, сделаю, блядь, хоть какой-то видос, потому что выходить из вот этого муторного состояния отпускного очень-очень трудно. То есть в отпуске я думал, как бы быстрее начать работать. А сейчас я думаю, как бы быстрее, блядь, пойти в отпуск. Парадоксальная хуйня. На всем все. Пока.